В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В Сарове заметили медведя. Что делать при встрече с опасным хищником? Когда работа – это призвание, педагог-психолог школы-интерната номер 9 стала лауреатом всероссийского конкурса. Умницы и умники. Саровчанин Ефим Малышев – призер регионального этапа Олимпиады. Далее расскажем обо всем подробно. Около 1100 детских лагерей различных форм отдыха будут задействованы в регионе в детской оздоровительной компании. Все их проверят до начала заезда детей. Уже проведено 59 контрольных мероприятий. 893 профилактических визита, 32 проверки органов прокуратуры с привлечением сотрудников ГПН в качестве специалистов. Также специалисты активно консультируют руководителей и работников детских лагерей. В Сарове начали работу 15 лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. По планам за лето в пришкольных лагерях отдохнут более тысячи детей. На дороге возле Аргинского водозабора на прошлой неделе заметили медведя. Косолапого даже успели сфотографировать. Снимки мгновенно разлетелись в сети. Что делать, если в лесу вам встретился этот опасный зверь? Ответ искала Ирина Вышагородцева. В лесных массивах на территории Сарова живут четыре медведя. Крайне редко они выходят к людям. В последний раз дикого зверя заметили около Аргинского водозабора. Шанс увидеть медведя у нас – это просто невероятный. Это кто-то, может, один-два человека увидел случайно, перешел, он промелькнул. Ну и пока. Как рассказывает Константин Амельченко, медведи на людей не охотятся. Они боятся человека и стараются избежать контакта с ними. Но если вы будете проявлять агрессию в отношении зверя, что-то кидать в него, наступать, он может пойти в атаку. В таких случаях хищник бьется у его противника лапами. А это смертельно опасно. Подобных прецедентов на весь мир насчитывает порядка трехсот. Просто у него удар мощный. Ему не нужно человека есть. Человеческие жертвы – это не его питание. Питание – тьма. Корешки всякие, падаль. Медведи питаются мясом морских зверей. Когда еды достаточно, животное ест только жир, особенно зимой. На переваривание мяса медведю нужно много энергии. Если косолапому попадется туши мертвого оленя, песца, он не побрезгует, полакомится. Чтобы для человека встреча с буром не обернулась трагедией, нужно соблюдать простые правила. Если вы встретили в лесу медведя, то не смотрите ему в глаза. Поднимите руки вверх, чтобы казаться выше, и маленькими шагами отходите назад. Если медведь не уходит, то громко начните говорить или кричать. Может быть, тогда он испугается и оставит вас в покое. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Общественный помощник уполномоченного по защите прав ребенка в Сарове Екатерина Скворцова проведет очередные приемы граждан 21 июня, 5 июля и 2 августа. Встречи состоятся в кабинете номер 102 здания городской администрации с 16 до 17.30. Предварительная запись по телефону 9 90 28. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками Центробанка, МВД, прокуратуры и других ведомств и организаций. Они придумывают разные схемы и легенды. Например, предлагают помочь в поимке мошенников, которые пытались снять деньги с вашей карты или взять кредит на ваше имя, сообщает сайт объясняем.рф. Разговаривают такие специалисты очень убедительно, не давая опомниться собеседником. В подобных случаях всегда кладите трубку и перезванивайте в названные инстанции самостоятельно. С 2001 года в Сарове выявлено 315 случаев ВИЧ-инфекции. Из общего числа зарегистрированных с ВИЧ умерло за весь период 49 человек, сообщает Межрегиональное управление номер 50 ФМБА России. Основная доля более 80% инфицированных приходится на возраст от 20 до 40 лет. В 48% случаев заражения ВИЧ-инфекцией связано с внутривенным введением наркотиков. Для профилактики необходимо периодически проходить тест на ВИЧ в медицинских организациях или центрах профилактики и борьбы со СПИДом. Сдать тест на ВИЧ можно анонимно для жителей Российской Федерации. Тестирование бесплатное. Нижегородская область опустилась в рейтинге по уровню благосостояния семей в России. За год наша область опустилась 45-й на 47-ю строчку. Впереди, кстати, оказались другие субъекты ПФО Татарстан, Самарская область и Пермский край. Эксперты РИА Новости посчитали, сколько денег останется в семье после всех обязательных трат. Учитывалась средняя для Нижегородской области зарплата. Если детей в семье двое, то в среднем у двух работающих родителей останется 25 700 рублей. А если ребенок один, то в семье приблизительно останется 39 100 рублей. Ирина Лутикова, педагог-психолог школы-интерната номер 9, стала лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России-2023». Конкурс проходил в три этапа. На первом участники представили описание профдеятельности и видеовизитку. На втором провели мастер-класс, где продемонстрировали владение психолога педагогической технологией. Финальное испытание – решение профессионального кейса. «Школа, второй дом» – эта фраза как нельзя лучше описывает отношение педагога-психолога Ирины Лутиковой к своей работе. Стремление помогать людям появилось еще в детстве. С годами она только росла и укреплялась. Призвание нашло ее само. Попав однажды на практику в школу-интернат номер 9, Ирина твердо решила, что обязательно сюда вернется. «Я уже где-то на курсе четвертом точно знала, что я хочу работать именно в школе-интернате номер 9. Я здесь была на практике два раза, писала курсовую работу и очень хотела сюда попасть. Мне казалось это важным, что именно вот эти дети, они нуждаются в поддержке, в помощи, в любви, в принятии. Мне казалось, что я могу что-то такое сделать для них, чтобы помочь». Ирина помогает. Вот уже 16 лет. Детям раскрыться, почувствовать себя нужными и счастливыми. Родителям включаться в процесс обучения и развития ребенка. Педагогам преодолеть эмоциональное выгорание, улучшить климат в коллективе. Индивидуальные групповые занятия, тренинги. Форматов работы много. Цель одна – выявить проблему и решить ее. «Самая главная моя задача как педагога-психолога – это создание оптимальных условий для того, чтобы создать безопасное пространство для всех категорий – для педагогов, для родителей, для детей. Потому что именно вот эта базовая потребность человека в безопасности, она будет являться ключом для дальнейшего развития, социальной адаптации и так далее». Труд Ирины Лутиковой высоко оценили на региональном уровне. Она стала лауреатом всероссийского конкурса «Педагог-психолог России-2023». Отбор был строгим. Три этапа. Первый заочный нужно было представить – видеовизитку и описание профдеятельности. Задание второго тура – провести мастер-класс с родителями. «В финале – это решение педагогических кейсов. Что такое кейс? Это определенная проблема, которую предоставляют на карточке каждому участнику, и человек должен ее решить. То есть рассмотреть данную проблему, проанализировать ее, сделать выводы, какие действия он будет предпринимать, и дать рекомендации». На работу Ирина всегда приходит с улыбкой, потому что давно поняла для себя одну истину. Чтобы озарить солнцем других, нужно носить его в себе. Каждый третий ребенок в России сталкивался с буллингом в школе. При этом каждый десятый никому об этом не говорит. Еще около 10% ребят участвовали в буллинге как агрессоры или свидетели. Такие данные приводит Общероссийский народный фронт. О том, как выявить буллинг и нивелировать его последствия, рассказали саровским педагогам специалисты Департамента образования. Буллинг – травля агрессивная, преследование одного человека другим. Он может сопровождаться как непристойными шутками и оскорблениями, так и избиениями. Но чаще буллинг все-таки не физическое нападение, а психологическое насилие. Распространение слухов и сплетен, словесные травли, бойкот. О том, как выявить буллинг и нивелировать его последствия, рассказали педагогам специалисты Департамента образования. Эта тема актуальна и тема освещается мной по запросу Департамента по делам молодежи и спорта в связи с появлением таких явлений или, как мы говорим, психологи-феноменов в подростковой среде. Одно занятие уже прошло на базе Дома учителя в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании. Там мы разобрали теоретические аспекты этой темы, немножко познакомились с понятийным аппаратом, погрузились в причины, в стратегии. На втором занятии педагоги дополнительного образования в игровой форме смогли разрешить ситуацию буллинга, разобраться в том, что чувствует агрессор или жертва. Также смогли получить ответы на интересующие их вопросы. Я подготовила им такую работу в группах, в подгруппах. Я буду разбивать их на 5-6 подгрупп в зависимости от количества участников. Предложим для решения ситуации, которую я подобрала для них, и те, которые они принесли для меня в качестве проблемных. А вопросы, которые они подготовили, они вместе со мной на них найдут ответы и наконец-то поймут границы своих возможностей и ресурсов, как педагогов и тренеров, в решении данной проблемы. Для педагогов дополнительного образования тема буллинга актуальна. Каждый из них по-своему старается донести до ребенка, что агрессировать и унижать человека не стоит. Достаточно просто протянуть руку помощи нуждающемуся. В случае буллинга происходит в коллективе педагога, то педагог ведет работу с детьми, кто совершает буллинг и кто подвергается буллингу. Такие встречи специалисты департамента образования проводят ежегодно. Их цель – привлечь внимание педагогов к проблеме травли детей в коллективе и помочь им действовать корректно и правильно в подобных ситуациях. Сыровчанин Ефим Малышев – призер регионального этапа Олимпиады «Умницы и умники». Девять участников соревновались за звание победителей призеров. Тема 2023 года – Александр Сергеевич Пушкин и Нижегородский край. Своими впечатлениями об участии юноша поделился с нашей съемочной группой. В Олимпиаде «Умники и умницы» в Нижнем Новгороде приняло участие 300 человек. Мероприятие проходило в три этапа. В первых двух Ефим Малышев занял четвертое место, а на последнем этапе взял второе и вышел в финал. Первые два этапа – это, по факту, был отбор. То есть на первом этапе мы писали эссе, на втором – в формате устного собеседования. Уже на третьем этапе это проходило в формате телевизионной игры. Выбиралось сначала 27 самых лучших на первом этапе, потом на втором этапе – 9 самых лучших, и вот эти 9 самых лучших уже выходили в финал на телевизор. За звание самого умного Нижегородца боролись школьники из Кулеба, Книжнего Новгорода, Балахны, Кстова, Бора и Сарова. Ребята отвечали на вопросы по теме «Александр Сергеевич Пушкин» и «Нижегородский край». Как рассказывает Ефим, вопросы на Олимпиаде были сложными, и до звания абсолютного победителя ему не хватило ответа на один последний вопрос. Саровчанина обошел соперник из Бора. Мы с ним набрали знаковое количество баллов, и я, к сожалению, ответил на него неправильно. Я считаю, что я подготовился на достаточно высоком уровне, и надеюсь, что когда я поеду в Москву на финальные игры, на которые я прошел по результатам регионального отбора, я подготовлюсь также хорошо. Программу финала Олимпиады «Нижегородские умники и умницы» можно будет посмотреть на телеканале «Россия-24» 1 июня в 17.30. Пять лучших участников регионального этапа попробует свои силы на съемках передачи «Умницы и умники» в Москве с сентября по апрель. Лучший концертмейстер года «Воспитанница Дыши» Ольга Рохмистрова стала победителем международного творческого проекта «Талантику». На конкурсе Ольга выступила вместе с иллюстратором Олесей Логиновой, которая играла на скрипке. Они представили творческую работу «Венгерский танец номер 2 Брамса». Подробности далее. В детскую школу искусств Ольгу Рохмистрову привел папа, когда ей было всего три года. За время учебы девушка освоила большое количество произведений, с которыми она выступала на конкурсах и фестивалях. Ольга не раз становилась победителем. Этот год для нее не стал исключением. Девушка приняла участие в международном творческом проекте «Талантику», где стала лауреатом первой степени в номинации «Инструментальное творчество». Также ей присудили звание «Лучший концертмейстер года». Я была очень рада, но это не было чем-то слишком удивительным, потому что я очень долго готовилась к нему. На конкурсе Ольга выступила вместе с иллюстратором Олесей Логиновой, которая играла на скрипке. Они представили творческую работу «Венгерский танец номер 2 Брамса». Члены жюри высоко оценили дуэт и отметили хорошее техническое владение инструментом и отличный ансамбль солиста. Конечно, я горжусь. Я горжусь не только Олей. У меня есть и другие хорошие ученики. Скажем так, прямо звезды нашей школы. Поэтому очень радостно, когда дети проявляются так ярко, что наши труды не пропадают даром. Сейчас Ольге 15 лет, и девушка не спешит расставаться с музыкальной школой. Она уже закончила фортепианное отделение и поступила дальше на джазовое эстрадное, где занимается по свободной программе. В планах у Ольги продолжать принимать участие в конкурсах, получить как можно больше дипломов и собрать из них портфолио. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok